И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, это видеоролик, который посвящен последним обновлениям в нашей игре, должен был выходить данный видеоролик вчера, но по каким-то причинам не получилось его записать, не получилось все это дело изложить, сегодня у нас в игре уже дополнительно ко всему этому делу есть обновление, которое в дальнейшем мы также протестируем, но к сожалению не в этом видеоролике, сегодня чисто разговорного формата видос, который хотелось бы мне записать, хотелось бы рассказать вам какие-то определенные моменты, если вам заходят такие видеоролики, то обязательно не забывайте их поддерживать лайком, ну и если не подписаны на канал, то тоже не забывайте друзья конечно же подписываться. Сегодня поговорим про то, что у нас произошло в игре, про выгодные выходные, про обновления, подверглись у нас обновлению две пушки, адреналин плюс теперь более понятен для всех, плюс его немножечко апнули, это устройство для всех пушек, которые уже я так понимаю появились у нас за кристаллы в танках онлайн, поэтому обо всем по порядку, начнем с выгодных выходных, теперь у нас в игре на выходные дни, в битвах, x6 опыт, x4 фанды, друзья. Я хотел вчера записать, да, если бы я вчера записывал, я бы очень сильно на все это дело сгорел, да, как всегда, то есть я был не согласен там xx2 и x3, а тут x4 и x6, это вообще просто нереальные какие-то лютые коэффициенты, я до сих пор не понимаю для чего вообще делать такие безумные вещи, но ладно, окей, на выходные каждый из вас может зайти пофармить, я также могу подфармить свой опыт, но для всех тех ребят, как я уже говорил до этого, которые гонятся там за эффективностью, за какими-то коэффициентами, то это явно не для вас, ну а я могу набить свою легендочку, может быть есть тоже ребята, которые фармят, поднимают, да, ну и x4 фанды как бы, ну, все равно, да, как ни крути, это нормальные фанды, реально хорошее количество кристаллов, только вопрос лишь в том, что ты при этом получаешь большое количество опыта, надо тебе это или нет, решать уже каждому из вас, но и коэффициенты такие безумные давным-давно у нас в игре не были, возможно это все связано с тем, что ребята, а именно разработчики хотят привлечь больше аудитории, которые будут заинтересованы в игре на летнее время, то есть вы сами понимаете, что летом почти ни у кого нет желания в жаркую погоду сидеть, играть, да, я и сам уже, видите, как бы видеоролик выпускаю, который должен был выйти вчера, выпускаю его сегодня, там, со стримами какие-то проблемы, ну, ну не суть важна, но вы понимаете, да, как бы время началось такое, жарко, и у всех ребят, конечно, планы меняются, разработчики в свою очередь хотят как-то заманить игроков, хотят чем-то подбодрить, либо же все наоборот рассматривается в другом плане, то, что игре совсем скоро, может быть, там будет конец, но я, конечно, ни на что не намекаю, но это лишь мои сугубо мнения. Дальше у нас, друзья, список обновлений, про которые мне хотелось бы поговорить, потому что, наконец-таки, у нас есть уже дополнительная информация по устройствам, по адреналинчику, этой информации у нас до этого не было, я очень сильно хотел ее получить, и, как вы знаете, у меня в клане есть игрок, который вообще связан с Википедией танков, да, я постоянно пытался, пытался узнавать у него данную информацию, но информации на тот период времени вообще абсолютно никакой у нас не было. Сейчас же информация появилась в этом обновлении, и то, что здесь написано, меня более чем устраивает. Я так понимаю, что до вчерашнего дня в игре у нас был адреналин плюс 30% максимум он давал к урону, в зависимости от того, какое количество здоровья у вас там остается, то есть при минимальном количестве здоровья у вас давалось плюс 30%. Сейчас же для пушек ближнего боя у вас до 39%, пушек малой дальности, малая дальность, я так понимаю, это Твинс, наверное, и что у нас там будет еще? Ближний бой, ближний бой это у нас Жига, Фрис и Зида, Твинс, наверное, Рикошет тоже считается малой дальностью, хотя это, если честно, странно. Средняя дальность 33% и большая дальность, то есть это Гаусс, я так понимаю, Вулкан, тот же, наверное, Гром, это пушки, ну и Шав, да, то есть большая дальность 30%. Дальше у нас произошел нерв Вулкана, я не сказал бы, ну на бумаге, как минимум, он не является столь жестким, да, то есть МК-7 у нас потеряла всего лишь, сколько тут получается, если по процентам, 5,5, 5,3, да, ХП-шки за секунду, то есть написано, что на 12% снижено для всех модификации урон от одной пули, то есть каждая пуля наносит теперь в 12% меньше урона. Соответственно, и плюс между выстрелами увеличено время, да, то есть теперь выстрел тоже более медленный, но там поменялось на 5 метров в секунду, я так понимаю, это МС означает именно эти вещи, поэтому на бумаге выглядит не такой жесткий нерв, да, то есть не так дико, может быть, нагибает резисты, но по безрезисту, я думаю, что так же успешно разваливает кабины и 12% сильно не роляют. Но я уверен, что если данный видеоролик наберет больше 150 лайков, то в ближайшее время, возможно, даже завтра выйдет видос, в котором мы все это дело протестируем, протестим вулкан, посмотрим на него и, конечно же, протестим шафт. На шафт у нас просто лютые какие-то изменения делают, я так понимаю, из шафта то привычное имбалансное вооружение, которое у нас было, наверное, года 2-3 назад. Скорость восстановления энергии после снайперского режима повышена на 40%, то есть это, грубо говоря, каждые 3 секунды у вас имеется фулл баллон, я так понимаю, для себя это. Плюс устройство режим серийного огня, это именно 3 выстрела сразу, да, то есть тройной шафт, как мы его называем. Убран штраф на урон в снайперском прицеле, то есть теперь у вас нету того лютого штрафа, который был, да, соответственно, урон выходит довольно-таки так же жесткий. Уменьшена скорость восстановления энергии, повышена скорострельность, то есть дополнительный чистый ап-устройство, я думаю, что сейчас все будут играть на этом тройном шафте, все будут на нем разваливать и спокойнейшим образом нагибать и радоваться. Я хотел бы, конечно же, и протестировать шафт, шафт, я думаю, что протестим на 4D, и, возможно, это то самое обновление, которое заставит меня, наконец-таки, прикупить на свой основной аккаунт данный замечательный шафт. Может быть, да, может быть, нет, пока это не 100% инфа, но все же шанс такого события уже явно повышается, потому что, ну, такие изменения грядут, которых у нас не было в последнее время, так точно, поэтому, может быть, может быть, чем черт не шутит, может быть, я и вернусь к этой замечательной пушке и ее приобрету. По выходным я, наверное, больше ничего говорить не буду, да, то есть там скидки эти 25% все это дефолтное, все как всегда, ничего по сути у нас не меняется, да, то есть эти пушки, корпуса, модули 25% скидки, да. Есть, конечно, возможность у вас теперь дополнительно приобрести, например, адреналинчик, да, со скидочкой, потому что его до этого у нас вообще, в принципе, не было, а сейчас у вас есть возможность его приобрести со скидочкой. Ну и плюс, возможно, там у кого-то прокачиваются потихонечку шажки в МПКшечке, да, вы можете просто поставить без ускорений с 25% скидочкой, я думаю, что это очень даже приятненькая вещь, плюс у нас появляются коинбоксы, как всегда, с призами, теми же самыми, которыми у нас были в последнее время, я про это ничего говорить не буду. А, и еще тематические миссии, вот этого я, честно говоря, не видел, признаю свою ошибку, есть тоже возможность подформить за выходные дополнительно, я так понимаю, 9 контейнеров, 100 тонкоинов и приз 3 дня премки, ничего себе, я этого не видел, нагибатор набрать 50 очков, 50 тысяч очков в битвах в любых матчмейкинговых боях, приз 3 дня према, это довольно-таки неплохая, если честно, вещь. Ну и плюс выгодные тут предложения, скидочки, ничего больше интересного нет. Наверное, это все, друзья, что я хотел вам сказать сегодня, фармите, кто фармит на выходных, их с 4 фанды, повторюсь, их с 6 опыт, такого в игре у нас не было еще ни разу, вообще абсолютно никогда, возможно, это тот самый момент, когда вы можете просто жестко заформиться, а возможно, вы просто отдыхаете где-то, у вас хорошее какое-то настроение, и вы думаете, да зачем мне эти танки? Можно просто посмотреть видеоролик, там, поддержать его, например, лайком, да, подписочкой на канал, и просто забыть о том, что на выходных у вас вообще существует данная замечательная игра. Я желаю вам хорошего, друзья, настроения, у меня сейчас вообще все так бодро, четко, аппетитно, сочно, нагибаторски, вы, наверное, видите по моему лицу, у нас нереально жарко, просто я не знаю, куда такая жара пришла, но такие вот моментики, надеюсь, что сегодня стрим у нас вечером будет, поэтому подходите, буду вас ждать, примерно в 22 часа по восковскому времени, либо в 22.30, но в общем и целом, следите, приходите, буду вас ждать. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.